Дорогие друзья и все те, с кем мы на одной волне, мои подписчики обожаемые. Рада вас приветствовать, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Дорогие те, кто желает обратиться индивидуально на экстрасенсорный прием просмотра по фото от канала Киснознания и Сновидения, считайте информацию под видео и будет вам любовь, счастье. Посмотрите, десятка кубков вышла сразу. Подписывайтесь на канал Дзен, в Телеграм, подписывайтесь в Ютуб. Те, кто не подписан, у нас ждет много интересного. Ну что, а сейчас мы с вами посмотрим, как он чувствует себя после последнего вашего разговора и как он реагирует на ваше молчание. Будет три колонки, но вы смотрите все, кто хочет по вариантам, сделайте, как будто бы вы, дорогие, смотрите по вариантам. Кому это интересно. Если нет, просто обращайте внимание на все, все, что будет сказано. Итак, приступим, как он себя чувствует, как он себя ощущает после вашего последнего разговора. Мы же не знаем, что там и как, да? Это общий сеанс. И вот, какая у вас там тема. Смотрим, что он чувствует после последнего вашего разговора. У него такая тяжесть на сердце, он понимает, что надо двигаться. И нужно двигаться с вами, желательно вам что-то предоставить, какие-то планы, какую-то поддержку. Здесь должно быть какое-то движение, может быть, даже приезд его. И чувствует себя, он ощущает. Посмотрите, здесь женская карта, да? Вот здесь такой мотив. У кого-то он проиграется, что нужно пойти либо против желания родителей, родителей, может быть, маме конкретно, матери. Может быть, здесь давлеет бывшая. И есть обращение к неким мастерам по наведению какого-то негатива. От этого нужно уходить. То есть тут перекрываются пути дороги, но он осознает, что нужно что-то делать. Как он чувствует после последнего вашего разговора? Вот здесь, понимаете, как спуститься с небес на землю? У него много планов, у него много мечтаний, он фантазирует. После последнего разговора ничего не изменилось. У него фантазии, у него мысли, но здесь как ведение в заблуждение. Он не знает, за что хвататься. Он хочет многого, может сказать многое, а что он сделает-то конкретно. Но все-таки действия будут. Действия будут. И спустись он с небес на землю, а может быть, какие-то его даже самые невероятные планы, мечтания начнут сбываться. И еще, как он себя чувствует после последнего вашего разговора? И здесь еще ангел-хранитель. То есть неторопливость. Он приходит в баланс, он гармонизируется. Очевидно, ваш какой-то последний разговор был. Может быть, у вас из огня до вполы, на что-то есть не все так гладко. Тем не менее, разговор дает надежду. Он сглаживает острые углы, общение. Дает ему гармонизацию, какой-то стимул к росту, к духовности. Вот здесь, понимаете, если он был в спячке, то похоже, что ему уже там колокольчики звенят. Уже бобенцы и дальше колокол уже погромче будет. Что не надо сильно долго ждать. Пора действовать, пора выходить из спячки. Если был негативный какой-то здесь элемент, наведение или где-то там подхватил что-то, какая-то морочка, потому что человеке здесь исцеление, здесь чистки показывают и по старинке энергетически можно, да? Может быть, он даже думал кому-то обратиться сам, но не дошел. Или здесь в роду есть какая-то женщина сильная, но он как-то, может быть, даже в этом человеке есть, дорогие, есть какие-то возможности, способности для самоисцеления, да? Здесь прям колесо судьбы. Ого-го, какой тут человек у вас, очень сильный, очень неординарный, и, возможно, у него очень много талантов, просто дремлет, дремлет в нем. Давайте посмотрим, как он реагирует на ваше молчание. Ну, потом еще какие-то нюансы посмотрим, да, дополнительно. Как он реагирует на ваше молчание. Подумайте о человеке, можете поставить сразу лайк, дорогие, поддержите канал. Мои выходы на с вами. О, нас с вами. С вами на связь. И на нас с вами, на наши выходы, с вами, с нами. Ну, вот, девчонки. Кстати, те, кто хочет получить сеанс гармонизации, очищение гармонизации в Дарьеве, девчонки, кто участвовал в Телеграм, в моей группе, в чате, много поучаствовала, ну, что там на экстрасенсорику было небольшое задание. И сейчас, видимо, не все читают. То, что будете, если смотреть видео, услышите, смотрите туда, заходите, кто активно работает. Потому что предложение этот сеанс, он ограничен. Сутки с вами будет там вестись работа, да, когда примете настроечки. Но не пропустите момент. Старалась для вас. Так что берите в Дарьеве сеанс за ваши труды, за вашу активную позицию, за поддержку, ну, и просто так, то, что вы классные, вот. Ну, и будет действовать только на тех, кто принимает активное участие, и действительно тот, кто был вот в этой заданнице в этом. Ну, вот так. Итак, дорогие, значит, что здесь нам показывают? Я разделю пока вот так. Первое. Здесь ситуация, когда как-то огибаются острые углы, и не решается ничего. Вот ситуация подвисла. Ситуация подвисла. Он бы и рад, может быть, что-то понять, как-то отреагировать, но он все равно обходит этот человеку с другой. Вы, кстати, на троих людей можете вообще разных задумаете, или на одного смотрите все три варианта. Сейчас посмотрим еще, что здесь такое. Его реакция на ваше молчание. Он, в принципе, готов общаться и дружить с вами. Он готов как-то поддерживать ваши планы и начинания. Но также он мог уйти, вот он не хочет, чтобы была испорчена его репутация. Может быть, у него где-то в коллективе, в его планах социальных. Его ресурсность также, активная позиция, она сейчас снижена. Поэтому ему нужно эту ресурсность беречь, и ему важна репутация, повторюсь. Потому что если с вами только тайная, то ему лучше время от времени прибегать к такому. Мы с тобой друзья, никто и ничему никак. Поэтому тут какое-то колебание, вот так. Что еще? Реакция на ваше молчание. Ух ты, опять выходит эта же позиция. Девочки, он думает, он фантазирует. Он что-то себе мечтает и мыслит. Он сам что-то себе додумывает, придумывает. И вот пока четкости нет. Но он думает о вас, это точно. И очень много неправильно думает. Хорошо это или плохо, мы не знаем. Сейчас посмотрим. Он переживает, он даже понимает, что где-то в чем-то накосячил. Хочет даже прощения попросить, повиниться в чем-то перед вами. Но он считает, что он сильно виноват перед вами. И еще. Да, вот здесь посмотрите. Здесь даже может быть любовь истины и чувства, которые были попраны каким-то образом. А потом наступил момент, что вот он сожалеет, когда уже как-то поздно. Понял, осознал. Его может вообще бессонной ночью быть, может быть плохой сон. Но переживания здесь показывают явные еще его состояния, да. Что там реакция, точнее реакция на ваше молчание. Здесь искренность. И он понимает, он знает. Он должен знать о том, что ли у него сейчас, как знаете, инсайд такой высыл, да. Как озарение, что вы единственный человек, кому он доверял, кому он хочет доверять. И что вы близкий, родной ему человек. И по духу, и ментально. И скорее всего у вас на тонком уровне, на тонком плане. Вот эта взаимность какая-то искренняя, да. Вы можете друг друга понять, поддержать. И без слов, молча, вам хорошо. И со словами, как говорится, и без слов. Наломал, немало веток, обломал. Или что там, немало дров, да. Нарубил, наломал. То напишите, пожалуйста, в комментариях, как там правильно поется в этой песне. Его реакция на ваше молчание. Он переживает сильно, у него все рушится. Девочки, он чувствует себя очень одиноко. Отшельник. То есть он родную, искреннюю душу потерял для себя. Или думает, что так, возможно... А давайте спросим, а хочет ли он вас вернуть тогда, да. Давайте сделаем. А хочешь ли ты вернуть девушку, ту женщину, которая... Ну, или улучшить как-то отношения, может быть, да. Что-то улучшить вашей паре. Или, если нет пары, просто улучшить во взаимоотношении с вами. Хочет ли он что-то изменить в лучшую сторону. Будут ли какие-то поступки, какие-то дела делаться. Здесь он надеется на лучшее. Здесь он может даже советоваться с кем-то из близких. У него есть какая-то поддержка в друзьях, в его родных. Пока он там как бы переключается, да. Но он очень хочет. Он хотел бы как-то с вами что-то обсудить. Помечтать. Выпить, закусить, как говорится, да. Хорошо время провести еще, чтобы будет хорошо. Девочки, ну вот опять родственная душа. Вот она шестерка кубков. Все повторяется. Это действительно так, чтобы там между вами не было. Вы родные души. Вот он. Он чувствует, что он удачу теряет без вас. Вы ему как посланник счастья какого-то, радости с вами. Даже если у вас дурной характер, бывает так, что все равно. Он видит вас хорошо. Он понимает, он чувствует, что вы ему. Родная и с вашими бзиками. Ну и так же он для вас может быть, да. Взаимно ли это вот вопрос? Напишите, пожалуйста, в комментариях, да. Так, вот перевернутые любовники. Но все-таки здесь выбор. Что он должен сделать выбор? Просто он еще не готов. Но старший аркан – это серьезный момент, серьезное намерение. То есть будет ли он даже поступки сделать, да. Он должен сделать выбор, но пока он топчется на месте, он что-то думает, как лучше, как сделать комфортнее, чтобы было удобно. Он должен свое прошлое здесь убрать, лишние контакты ненужные уже, да. То, что тянет его в прошлое и не дает силы здесь и сейчас. А только энергия уходит у него в какие-то бывшие отношения или в то, что он сделал не то. В общем, здесь, ну, он что-то намеревается сделать все равно. Мы вот этот отток бы прекратить энергетически, да. Осознать что-то здесь и сейчас уже. Отпустить, простить туда все. Поблагодарить, выучить свои уроки. И тогда уже он будет свободен. Он сейчас и свободен делать выбор или нет? Но, тем не менее, смотрим, да, что нам показывают девочки. И третье. Что собирается сделать? Здесь гармонизироваться нужно обязательно. И здесь частота помыслов и намерений. То есть он сам должен, опять же, старчеркан. Он не торопится что-то менять. Но он хочет. И он, понимаете, здесь как исцели себя, да. А потом уже иди в мир, в люди, общайся. Здесь он понимает, что с вами надо как-то на балансе, в гармонии. Нельзя все время плохо или все время манипулятивно, или все время мимимешно. Но, опять же, из-за гнета в полы, да. То есть по-плохому или по-хорошему. Очевидно, раньше у вас были качели. Сейчас он понимает, что здесь надо уже как-то так, уже ровненько, струненько уже притереться. Опять же, посмотрите, вот о чем мы и говорим. Равновесие, шестерка пентаклевая. Здесь чаша, вот видите, измеряет. Он, да, он, понимаете, конечно, может вам не додавать. Тем не менее, здесь нельзя тянуть одеяло только на себя. Хочешь получить, нужно отдать. И если вы даете много, то либо он снова должен сказать, что не надо, моя милая. Давай так, понемножку, но по-честному. Либо, если вы даете много, то он должен как бы вам со всей своей душой, да, откликнуться. Но если не можете, то все-таки есть какой-то расчет дорогие. И даже, может быть, его пылкость и страстность немножко сойдет на нет. Вот настолько здесь, ну, как-то переобуться, переосмыслить что-то, да. Ну, может, оно и к лучшему, что вот это пылкость. Он все-таки немножко на умерении расчет. Но он должен гармонию и баланс соблюдать, девочки. Куда от этого деться. И он видит хорошие перспективы. То есть, да, он намеревается. Он что-то должен сделать. Сейчас он готовится к этому. И главное ему осознать, что вы для него близкий родной человек. Ему без вас скучно и грустно. Как ему? Давайте перепроверим. У него характер сложный. Ну, без вас вилы, как говорится, да. Посмотрите. Ну, девочки, здесь мужчину вообще влюбленного показывают. Влюбленного. Он, конечно, может быть эгоистичен. Он может быть сластолюбцем и любителем внимания к себе. Особенно со стороны прекрасной половины человечества. Также он любит себя, свою репутацию. Мужчина эгоистичен. И вот не без этого, да. Тем не менее, эмоции-то я тут решила проверить, да, немножко, как бы. И на тебе, да, показывают. Так, сейчас что здесь еще? Да, здесь разрушить. Вот все, что не нужно, оно уже приходит к своему завершению логическому. И дальше, дальше, ну, при определенных обстоятельствах выбор, да, вы видели, что если человек сделает, он не сразу, но поймет, что все-таки эмоции к вам и с вами хорошо и прочее. Ну, тяжелый путь, тяжелые перемены, даже холодные, вот сила. Здесь нужна сила и мудрость нужна. И здесь какие-то способности, у него же есть, если он свой еще ресурс возьмет, да, он может и быстро восстанавливаться. И с ним как-то тоже легко и хорошо может быть, и как-то красиво. Вот оно, да, аркан сила. В принципе, здесь хороший, как бы, прогноз. Девчонки, только помните, что все-таки это общий сеанс, да. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. И взаимности пусть все будет только наилучшенным и высшим образом, без излишнего и вашего, да, эгоизма, эгоизма или каких-то вот абьюзов с вашей стороны. Хотя, понятно, многие из вас скажут, да вы что, да как так. Я не такая. Тем не менее, девчонки, есть всегда повод призадуматься. Не бывает просто так, чтобы все плохо, чтобы мужчины относились плохо, да. Всегда женщине с одной плохо, с другой хорошо. Почему? Ведь там задуматься, да. И давайте сделаем еще совет, рекомендацию для вас. Подумайте. Задайте вопрос. Три вопроса. И начинаем. Первый, второй, третий. Первая. Здесь. Знаете как? Вот вроде бы найти то, что хотел, да. По идее, туда не знаю, куда найди, то не знаю, что. А потом, найдя, озадачиться результатом. А нужно ли оно было? А стоило ли оно того? Вот как-то, знаете, когда идешь к цели, да, добиваешься, а потом опустошение какое-то. Или легкое разочарование. Поэтому тут прежде всего нужно подумать, а вообще, а для чего и как. А зачем это нужно? Прежде чем, да. Ну вот здесь показывают так. Сейчас я на всякий случай еще. Здесь урок, как проходить урок. И, ну правильно, рыба где глубже, человек где лучше. И здесь идет развитие. То есть опять добившись чего-то, ставить себе новые цели и идти к ним. Но иногда бывает просто сомнение какое-то. А что это было? А зачем оно было нужно? Но это тоже понять, как определенный урок в вашей жизни и двигаться дальше. Напишите, пожалуйста, как резонируют у вас вот эти вот вопросы. Ответы с вами, да, что вы спрашивали, какой ответ вы получаете. Здесь, конечно, сказочная такая картина. Мы видим, да, что кот ученый все ходит по цепи кругом. Здесь очень много желаний. Здесь очень много вот этих сказочек, да. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Возможно, вы общаетесь со сказочным человеком, другом возлюбленным. Он нравится, он умеет заболтать. Здесь все сочетается. И мир духов, и других каких-то миров вообще планет. И здесь и чертенок, и домовенок. Здесь никто друг другу как бы не мешает, да. Все сливается, сочетается. И явь, и быль, и явь, как говорится. Все вместе. Поэтому что здесь сказать? Ну, разобраться, в принципе, сказки-то они же как бы из реальности, да. Но все-таки сказки страшненькие для того, чтобы как-то человека упредить, да, что может быть так или не так. Но здесь пока показывают, здесь перспективы немножечко смазаны. Здесь можно заиграться, да, уйти в сказочный лес, в сказку, и вот тоже заслушиваться какими-то побайками. Может быть, вам, кстати, здесь как рекомендация отвлекитесь, да, пофантазируйте, послушайте сказки, почитайте, переключитесь. Может быть, вам и полезно, потому что сейчас, скорее всего, у вас уже что-то есть, что-то наработано и материальное. Но нет предела совершенства. А это совершенство к вам идет не через, скажем так, не через четкое понимание, что происходит. Вот и романтики нету. Вот романтизму нет, да. Раньше, как люди жили, можно было и литру выкушать, да. А теперь, теперь времена поменялись, все, уже все другое, уже смузи и прочее. Ну, я подшучиваю, конечно, я беру немножко из фильмов. Если вы знаете, пишите, помните, вспоминайте, откуда цитаты я немножко привожу, немножко перефразирую, может быть, по-своему. Вот, ну, для пущей картины, да, и так мне прямо вот видится и чувствуется. Так вот, здесь романтизму нет. И все-таки иногда, скорее всего, важно помечтать. И в ближайшее время вам как раз этим можно заняться. Но помечтайте, не ждите серьезных, может быть, результатов, а вдруг. А кто его знает, а может и что-то избудется сказочное, да, волшебное. Так, здесь у вас вперед, только вперед. Несмотря на шторм, несмотря на какие-то проблемсы, дуновения ветров, ураганов, разного рода стихий. И, коль вы уже тут парус надули, нужно идти вперед. Но нужно просчитать все, подготовиться. Вот технику безопасности здесь надо соблюдать. Уж, коли, если что-то и случится, у вас всегда должен быть инструмент, которым вы сможете починить, исправить, как-то подправить. Или подстраховаться, чтобы у вас были, ну, на разные случаи жизни, вот на эти ваши вопросы, какие-то свои аргументы, какой-то подушка безопасности какая-то. Вот так. А так, вроде как, не зная броду, не лезь в воду. Но, коли узнал, да, то уже как-то взялся за дюш, не говори, взялся за гуш, не говори, что не идешь. И еще третья пословица и поговорка. Сами оракула мне к этому прям благоволят, да. Назвался груздем, полезаю куда? Правильно, в короб. Ну, или в кузов. В кузовочек. В коробочек. И, дорогие мои, все в теремочек. И сказки есть тоже про теремок. И про терем. Почитайте сказки Пушкина, девчонки, вспомните. Кстати, тут книги я и приобретала, и читала, и начинала, надо прочитать. У меня был канал, и он есть. Я просто не могу сейчас девчонки увезти, и зайти надо как-то. Но это ладно, это уже другая тема. Мои любимые аудиокнижки. И я пыталась, это, опять же, проявление творческого потенциала, проработка, да, подъем наших энергий и наши энергоканалы, энергочакры. Чакры тоже работают, понимаете, когда и на физическом, скажем так, на тонком плане надо везде стараться комплексно это все поддерживать. И вот как раз-таки и чтение, и музыка, и ваше хобби любимые, немножечко спорта, немножко танцев, немножко расслабухи, да. Где-то медитация, где-то проработать надо. Она все помогает, увеличивает и женскую силу, и энергию, ну и работу наших энергоцентров. Об этом можно говорить много, это моя любимая, одна из любимых тем. Также практикую, занимаюсь, кто хочет, девочки, на подъем женской энергии и так далее. Обращайтесь. Итак, вам спасибо, что вы со мной. Обнимашки всем тем, с кем мы на одной волне. Дорогие, благодарю вас за донаты. Отправляйте, вижу всех, обнимашечки вам. И, как это сказать-то, моя благодарность, очень радуйте, балуйте, я бы сказала. И любая, любая ваша благодарность, которую вы отправляете, дорогого стоит. И пусть ваши кубышечки наполняются в сто раз больше, в 200, в 300 и так далее, больше, чем делаете вы. И не за то, что вы это делаете для какого-то, пусть мне будет в ответ. Я же знаю, что вы делаете это от всей души, дорогие. И это еще более ценно, важно и значимо. До новых встреч. Пока-пока.